Техническое описание кода неисправности OBD2, отсутствие цепи датчика высокого уровня, 1, что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, это может включать, но не ограничиваясь, транспортные средства от Ford, Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Chevrolet, GMS, Dodge, Ram, Sprinter и т.д. Хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, вообще говоря, дизельные двигатели производят большее количество твердых частиц PM и выбросов оксида азота NOX, чем бензиновый, бензиновый двигатель, по мере развития транспортных средств меняются и нормы выбросов транспортных средств в большинстве законов штата, провинции, в наши дни инженеры разрабатывают способы, позволяющие снизить выбросы в атмосферу в большинстве транспортных средств. Чтобы они соответствовали и, или превышали требования законодательства, касающиеся выбросов, ESM, модуль управления двигателем, контролирует бесчисленное количество датчиков в любой момент времени, чтобы поддерживать эффективность, надежность и работоспособность вашего двигателя, он не только делает все это, но и активно очлеживает выбросы и старается выбросить как можно меньше этих углеводородов в атмосферу. Контроллер СУД использует датчик NOX для контроля уровня оксида азота в выхлопе, чтобы получить представление о выбросах углеводородов, NOX является одним из основных ТЧ, выпускаемых дизельными двигателями. Контроллер СУД активно контролирует этот датчик и соответствующим образом настраивает систему, выхлоп дизельного двигателя, одна из самых грязных областей автомобиля. Так что имейте это в виду, сажа, образующаяся в выхлопных газах дизельного транспортного средства, может, из-за отсутствия лучшего слова, датчики кека и переключатели внутри выхлопных газов, в зависимости от их местоположения, это не имеет большого значения, если сажа не обладает этой отличительной характеристикой. Если датчик не свободен от мусора, он может быть не в состоянии правильно измерить значения, которые ESM, модуль управления двигателем, активно требует для настройки вашей системы и VIP, выбросы в результате испарения, в соответствии с конкретными федеральными законами, законами штата, провинции, иногда при переходе от штата к штату, где нормы выбросов различаются, иногда используются датчики вторичного рынка для соответствия местным стандартам выбросов. Контроллер ESUD активирует P2203 и соответствующие коды P2200, P2201, P2202 и P2204, когда он очлеживает неисправность в датчиках NOX или их цепях, мой опыт работы с этим кодом ограничен, но я считаю, что в большинстве случаев это будет механическая проблема, особенно учитывая условия датчика, упомянутые ранее. Код P2203 устанавливается, когда контроллер ESUD обнаруживает состояние высокого напряжения в датчике или цепи NOX блока номер 1 Примечание, на двигателях с несколькими наборами цилиндров, например, V6, V8, ряд 1 это сторона двигателя, который содержит цилиндр номер 1, поэтому датчик NOX расположен в выхлопной трубе этого банка. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию для уточнения вашей марки, модели, трансмиссии, это основной ресурс, где вы можете расшифровать, с каким из множества возможных датчиков вы имеете дело, они используют аналогичные различия с датчиками O2, он же кислород. Пример датчика NOX, в данном случае для автомобилей GM, какова серьезность этого кода неисправности. В большинстве случаев, я бы сказал, коды, связанные с выбросами, будут довольно низкими по шкале серьезности, особенно по сравнению с некоторыми возможными опасностями в других системах транспортного средства, такими как рулевое управление, подвеска, тормоза и так далее. Суть в том, что если у вас есть более крупная рыба, так сказать, вы можете отложить это на задний план, тем не менее, любая электрическая неисправность должна рассматриваться с определенным чувством срочности, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P2203 могут включать, увеличение выбросов углеводородов, проверьте, горит ли лампа двигателя, экономия топлива не соответствует, неустойчивый холостой ход, чрезмерный дым, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода топливной коррекции P2203 могут включать, неисправный или поврежденный датчик NOX, грязный датчик срабатывания, повреждена проводка, внутренняя проблема ESM, проблема с соединителем, какие шаги по устранению неполадок P2203. Визуально осмотрите свой датчик и жгут, иногда, элементы, в которых мы выставляем наши транспортные средства, являются самой причиной вашей ошибки, я видел такие камни, бордюры, снег и лед, которые убирают такие датчики, поэтому убедитесь, что датчик неповрежденный выглядит хорошо. Имейте в виду, что некоторые из этих жгутов могут быть проложены в непосредственной близости от выхлопной трубы, поэтому существует вероятность того, что провода могут сгореть, расплавиться и вызвать всевозможные проблемы. Совет, дайте двигателю остыть перед работой рядом с выхлопом, очистите датчик, убедитесь, что вы знаете, что любой датчик, установленный в выхлопной трубе, проходит через бесчисленные циклы нагрева и охлаждения, следовательно, они расширяются и сжимаются достаточно, чтобы иногда захватить пробку датчика, резьбовое отверстие, на выхлопе, в этом случае вам может потребоваться нагреть нити, а не непосредственно на датчик, так как вы рискуете повредить датчик NOX. Если вы никогда не применяли нагревание, чтобы помочь сломать свободные гайки или болты, я бы не советовал начинать с этого при этом, если у вас есть какие-либо сомнения в ваших навыках, способностях, вы всегда должны доставить свой автомобиль на заслуженную станцию технического обслуживания.